Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Пятая ошибка. Не использовать интернет. Некоторые игроки почему-то ошибочно считают, что можно в современных условиях тренироваться без использования интернета. Они, конечно, в корне не правы, это не так. Так, интернет, я считаю, что надо обязательно использовать для того, чтобы повысить свой уровень игры. Какие плюсы дает использование интернета при занятиях шашками? Во-первых, это индивидуальное занятие с тренером. То есть за определенную плату вы можете нанять любого тренера из любой точки мира и спокойно заниматься с ним. Если, допустим, плата довольно-таки высокая, вы можете собраться группой игроков и посмотреть, так скажем, видеоурок с этим тренером. Ну, это может сравнить то же самое, что с походом в кинотеатр. Или вы можете смотреть какой-нибудь тупой фильм, да, художественный, заплатить деньги. Либо вы можете посмотреть что-то действительно полезное, что вам пригодится в жизни и заплатить за это умеренную сумму. Я считаю, что это хороший ход. Второе. Игра. То есть с помощью интернета можно играть обычной партией, можно играть в турнирах и можно даже играть целые матчи. Я как блогер, я общаюсь с людьми со всего мира, то есть как-то общался со знакомой девушкой из США 3,5 часа с помощью интернета и это мне обошлось в 0 рублей. То есть с помощью различных программ, во-первых, можно общаться с людьми со всего мира, во-вторых, можно проводить матчи, то есть не так давно я проводил матч с паном Михалом Яницкий. Он поляк, но живет в Лондоне и мы смогли также около трех часов свободно общаться и играть в шашки с помощью интернета. Кроме того, можно проводить различные стримы. Также провожу стримы с украинским блогером Владимиром Мигельцом на канале «Все о шашках». То есть интернет это замечательное средство для коммуникации людей, для общения и для того, чтобы заниматься шашками. Следующий пункт. Подготовка во время турниров и матчей и также анализ партий. С помощью интернета можно вполне отлично заниматься шашками, можно, так скажем, анализировать партии. Хочу привести хороший пример. Как-то Арсений Ценов из Тулы. 13-летний мальчик играл в онлайн-турнире. Я комментировал его партии, то есть мы записывали стрим. Как раз на канале «Все о шашках». И в какой-то момент стрим слетел, но мы продолжали играть до конца. И затем еще стали анализировать партии, которые Арсений проиграл. И, друзья, во-первых, Арсений получил опыт. Во-вторых, хочу признаться, что мне одна из партий Арсения даже помогла. Он эту партию проиграл. Играл с Феликсом Шепелем, очень сильным украинским мастером. Я проанализировал с Арсением эту партию. И в дальнейшем, с помощью вот этого анализа, мне удалось победить одного сильного мастера. То есть, польза от использования интернета налицо. Следующий пункт – это теоретическая база. С помощью интернета вы можете подписаться на любой шашечный канал и смотреть интересующие вас видео. Кстати, рекомендую всем новичкам, посмотрели, допустим, видео «Треугольник Петрова». Немножко подзабыли, снова пересмотрели. То есть, вы можете неоднократно смотреть интересующие вас видео. В отличие от того же, допустим, телевизора. Там таких функций нет. В интернете вы можете свободно пересматривать видео. Некоторые люди могут возразить, что интернетом пользоваться не совсем хорошо. Какие они могут привести доводы? Ну, например, то, что это сложно. Не соглашусь с этим. Почему? Потому что сейчас шашечные программы может установить даже любой, извините, первоклассник. То есть, дети вполне могут использовать интернет, шашечные программы. А взрослые нет. Ну, это смешно. Второе. Нет живого общения. Да, действительно, при общении в интернете снижается качество общения. То есть, люди не чувствуют так эмоции своего собеседника. Это действительно есть. Кроме того, я бы не рекомендовал из этого использовать обучение в интернете для совсем маленьких детей. То есть, я считаю, что младше 10 лет лучше не заниматься с детьми, которые младше 10 лет. Потому что, ну, страдает психика ребенка. С ребенком надо общаться вживую. Затем уже, когда ребенок подрастет, можно уже общаться через интернет. Допустим, скайп, зум и так далее. То есть, мне приводил пример тоже один шахматный тренер из Перми, что они занимались с детьми как раз в интернете. И дети потом начинали скучать. Им становилось скучно. Ну, то есть, детям хочется поиграть, побегать, попрыгать, пообщаться между собой. Даже пообщаться с тренером. Ну, это нормальная человеческая необходимость. Живое общение. Да, действительно, есть такой момент. И третье. Снижается качество обучения. Говорят некоторые люди. На самом деле, качество обучения не снижается ни на сколько. То есть, вы можете свободно общаться через интернет, заниматься шашками. Обучение не снижается. Ну, в книге «21. Критическая ошибка новичка в шахматах» как раз приводится пример Магнуса Карлсона. То есть, он мог взять на турнир в Индии своих, так скажем, секундантов из Норвегии. Но он предпочитал общаться с ними с помощью интернета. И, по-моему, выиграл как раз этот матч, то есть, или турнир. То есть, качество снижения не снижается ни на сколько. И вот можете вспомнить также пример моего общения с Арсением Циновым. То есть, мы вполне отлично друг друга понимали. Я разобрал партии Арсения на шашечной программе, показал ему. Он их также запомнил. То есть, вполне можно заниматься. Какие сайты можно порекомендовать для игры в шашки? Это «Гамблер», «Лидратс» и «Плейок». Ссылочки выложу на эти сайты в описании этого ролика. Кроме того, я бы порекомендовал новичкам посмотреть ролик санкт-петербургского гроссмейстера Ники Леопольдовой по шашкам. То есть, она записала отличное видео. Как раз по игре на этих сайтах. Это и обычные партии, и игра в турнирах. Рекомендую посмотреть ролик Ники Леопольдовой. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк под ним. Подпишитесь на канал, поделитесь им в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Работа над книгой будет продолжаться.